Друзья, всем привет! На связи Денис Фетисов. Многие в социальных сетях меня спрашивают о моем последнем проекте под Киевом, который я построил. Это Танхаусы, 2 километра от Киева. Немножко расскажу о нем, покажу его и покажу, что получилось легко, что было сложным и так дальше. Поэтому смотрите, не переключайтесь, я думаю, что будет интересно, как этот проект построен и во сколько он мне обошелся. Так, подъезжаем к этому проекту моему. Значит, здесь у нас лес. Это 2 километра от Киева. Повторяюсь, это не так далеко, это буквально 5 минут до окружной Киева, поэтому очень удобно находиться вблизи с Киевом. Пики пробок только утром и вечером, когда можно здесь задержаться в пробках. А в общем, здесь очень комфортно и удобно. Значит, уже начинаются кварталы, они и по правой, и по левой стороне. Значит, поэтому очень важно обращать внимание на то, в первую очередь, на что я обращаю внимание, когда начинаю строить свой проект, это на локацию. Потому что, если локация выбрана очень плохо, неправильно, проект обречен на провал. Если локация выбрана правильно, проект обречен на успех. Вот, мы подъезжаем к львовскому маедку. Значит, это пятиэтажные домики. Мне здесь очень нравится, комфортно, уютно. Есть вся инфраструктура. Есть уже все магазины, аптеки, почты, банки, торговый центр, рестораны, кафе, несколько фитнес-центров. Школа, сад, стационарный сад двухэтажный, полноценный. Значит, здесь есть абсолютно все. Поэтому я стараюсь выбирать так свои места под строительство, чтобы было удобно для покупателей. Те, которые люди приедут сюда, они покупают не просто дом, они покупают всю инфраструктуру. И это очень важно. Мне хочется подарить каждому из покупателей дом, в котором будет не просто комфортно жить, но и выйти. Будет удобно, провести время, комфортно. И это не будет ни для кого сложностью. Вот, поэтому здесь находится остановка. Вот прям стоит маршрутка. Она находится от моего проекта в 100 метрах. Это очень важно. Парикмахерские, почты. В общем, все, 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 все абсолютно здесь. Значит, вот мы подъезжаем сюда. Вот, там уже идет у нас строительство. Ремонт. Ремонт. Вот так вот выглядит макрая Софиева. Значит, вот такая территория. Ни одна высотка не смотрит во дворы. Вот такие небольшие дворики перед домами. Друзья, давайте покажу вам. Значит, 112 квадратных метров. Это гардеробная хозкомната. Это санузел. Студия, холл, кухня. Все совмещено. Здесь получается 44 квадратных метра. Студия, холл, кухня. А общая площадь на первом этаже 56 квадратных метров. Высота потолков 3 метра. Дома все я построил с красного кирпича. Фундамент глубиной 2,40. Задний дворик. Небольшой. Значит, вот. И вид на частный сектор. И пятиэтажный домик. То есть здесь нет никаких высоток. И никаких высоток не будет. Это очень удобно. Вот. И задний дворик. Небольшой. 24 квадратных метра. Проводаж. Посмотрим, что здесь. Здесь 3 спальни. Три спальни. 15,5. 11,5 квадратных метров. Санузел второй. И 11 квадратных метров. С каждой комнаты есть выход на балкон. Повторяю, что никаких высоток. Ни с той, ни с той стороны нет. И поэтому никто во двор не заглядывает. Очень удобно. Друзья, теперь давайте поговорим немножко о цифрах. Значит, дом построен полностью с красного кирпича. С влочного фундамента. Глубиной 2,40. Центральная канализация. Водоснабжением, электричеством, интернетом. Со всеми коммуникациями. С битумной черепицей. Высота потолков по 3 метра. Как на первом этаже, так и на втором этаже. И что очень важно, что этот дом обошелся в порядке 200 тысяч долларов. По себестоимости. Это работы, электричество, материалы, строительство, работа, документация и так далее. То есть, весь полностью проект обошелся в 200 тысяч долларов. Сейчас, на сегодняшний день, он продается в общей сложности за 325 тысяч долларов. Значит, итого чистая прибыль составляет 125 тысяч долларов. Но очень важно понимать, что если 125 тысяч долларов разбить на полгода, это неплохие деньги. Если 125 тысяч долларов разбить на 2 года, то это уже не те деньги. Поэтому вам нужно понимать, что нужно закладывать в эту сумму временное пространство, за которое заработаете вы эти деньги. Поэтому очень важно понимать, что проект обходится вам в 125 тысяч долларов чистой прибыли, но в течение 2 лет. Почему так? Потому что я впервые переехал сюда, в Киев. Впервые столкнулся с документацией, с подключением, с официальными платежами, с неофициальными, с коррумпированными чиновниками и так дальше. Поэтому это так и затянулось. Поэтому я считаю, что этот проект у меня убыточный. Из-за того, что я строю обычно очень быстро проекты, очень быстро. И не трачу на них очень много времени. Потому что время, деньги. В строительстве это точно так же. Поэтому очень важно строить проекты таким образом, чтобы понимать и учитывать все коммуникации, подключение, документацию. Здесь, в этом проекте, была моя ошибка. И она стоила мне большого времени, большого количества времени до того, как продать. Конечно же, еще очень большую роль играет маркетинг, продажи, конкуренты и так дальше. Потому что Киев это насыщенный рынок разными предложениями. Если ваш проект не будет индивидуальным, если он не будет интересен покупателю, если в нем никто не захочет остановиться из-за того, что в нем есть масса преимуществ над подобными проектами, тогда вы будете просто долгими годами пытаться продать и не продадите. Потому что я родом из Крывого Рога, там проекты гораздо быстрее строятся, гораздо быстрее продаются. Потому что рынок не насыщен этим, очень маленькая конкуренция и так дальше. Но переехав сюда, я допустил эти ошибки. Я надеюсь, что это будет для кого-то очень важным и полезным. Потому что если вы планируете инвестировать деньги в недвижимость, инвестировать здесь в земли, в покупку чего-то, в строительство и так дальше, вы должны понимать, что Киев это место, в котором нужно учитывать и маркетинг, и конкуренцию, и документацию, и узаконение, и коммуникации, которые подключаются к вашему. Если вы это не будете учитывать, вы затянетесь с этим в лучшем случае, а в худшем случае не сможете довести до ума проект. Повторюсь, что здесь уже все дома раскуплены у нас. Остался один дом и буквально вот уже несколько человек, я думаю, что его вот скоро уже и заберут. Поэтому, друзья, я надеюсь, это было полезно и по деньгам, и по временным ограничениям строительства и так дальше, чтобы вы не допускали этих ошибок. Так, друзья, ну а самое главное, значит, что было сложно в этом проекте, а что было несложно. Самая простая вещь, которая возникает при строительстве проекта в этом проекте, а точнее, этот проект у меня не первый, я строю уже больше 12 лет, но, значит, самое простое в строительстве, это само строительство. Этот проект был 560 метров квадратных, 5 тонхаусов на 11 сотках земли, и что очень важно, что он построился за 7 месяцев, то есть на все работы ушло 7 месяцев. От самого начала до завершения строительства все обошлось в 7 месяцев, но важно понимать, что самое сложное, из всего того, что было здесь под Киевом, это была часть электричества. Подключение электричества заняло полтора года. Полтора года коррупционной войны, подключения официального, чтобы были все счетчики, чтобы все было законно, с той мощностью киловатт, которую мы требовали и так дальше, все это заняло полтора года. Представьте себе, что в течение 7 месяцев вы строите дом, а в течение полтора года вам подключают электричество. Газ подключился за 3 месяца, вода, центральная канализация, все подключилось в течение полтора месяца, интернет за 2 дня подключился, то есть все коммуникации есть, поэтому я считаю, что я не имею права предоставлять свои комплексы, дома и так дальше, проекты, в которых владельцы, будущие владельцы не смогут полноценно наслаждаться жизнью. То есть с подключенными коммуникациями, с узаконением, с регистрацией и так дальше. Регистрация в этом доме обошлась мне в порядка 10 тысяч, 12 тысяч долларов. Регистрация, ввод в эксплуатацию, разрешительная документация, проекты, согласования, все это обошлось в такую сумму и заняло приблизительно по времени 5-6 месяцев. То есть исходя из этого делаем некий вывод, что построить просто и несложно. Если, конечно, есть на это деньги. Второе. Сложно подключить электричество в Киеве, в Киевской области абсолютно везде. Это не только этот район, место и так дальше. Абсолютно везде это очень сложно. Поэтому прежде чем будете строить какой-то проект, я рекомендую настоятельно вам обратить внимание на коммуникации. В первую очередь электричество, газ и так дальше, в какой у вас будет зависимость от вашего проекта. Обязательно обратите на это внимание, потому что без коммуникации никому дом не нужен, а коммуникации забирают больше всего времени. Даже узаконение в эксплуатацию не так долго относительно того, как подключается электричество. Вот, друзья. Поэтому я считаю, что это очень важно. Так, друзья, резюмирую. Перед тем, как начинать строительство, первое, обратите внимание на локацию, где вы хотите строить. Очень важно. На 90% вы будете успешно завершить этот проект, если вы выберете правильную локацию. Второе, самое главное, идет после того, как вы хотите построить проект, это коммуникации. Коммуникации и документация. Три вещи основные, которые нужны для строительства. Друзья, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Я оставлю также внизу здесь ссылочки на свои социальные сети. Я делюсь там постоянно ценным контентом по недвижимости. 12 лет у меня опыта. Есть успешные проекты, есть проекты, которые работали в минус. Я делюсь этим и квартирами, и домами. Подписывайтесь и следите за мной. И задавайте ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу в видеоформате. Буду показывать и рассказывать. Я думаю, для вас это будет интересно. Всем пока.